Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И у нас с вами утренняя рубрика по комментариям. Я не читала у Уралки на канале комментарии. У меня выходил вчера в видеоролике небольшой обзор по Уралкиным комментам. Я почитала комментарии на своем канале, решила вместе с вами прочесть некоторые и обсудить. И заранее хочу поблагодарить каждого из вас за то, что пишете, за то, что оставляете юморные стихи, юморные комментарии. Спасибо вам огромное. И также благодарю каждого из вас за вашу поддержку и теплые слова. Ну что, ребят, поехали. А почему Уралка не сказала, что их привлекали к административной ответственности за зигаванье, и они платили штраф? И нормальная, уважающая себя фирма расторгла с ними договор с рекламой. И дальше ответы. Дурку включила Светоша. Объясните, пожалуйста, кто зиговал? Я просто не в курсе. Ну и ответы кореша. Их на Новый год зиговали по двой курантов и орали про расслабление Гитлеру. Лживые блогеры. Ребят, всем, кто еще не знает про Уралку абсолютно ничего, у меня на Дзене есть видеоролик с дигаваньем. Вы можете посмотреть его, чтобы понимать, что они натворили и почему к ним такое пристальное внимание. Ну и дальше. Они так и не поняли, почему отменили рекламу. Все перевернули в свою сторону. Вот хитрожопые. Так и есть, ребят. Они все перевернули и устроили как раз-таки скандал. Междунациональный скандал. Те не любят тех, эти не любят тех. И еще так наговорить на эту фирму, что им кто-то угрожал, это ну вот реальная клевета. И я уже говорила в своем предыдущем выпуске. Леночка пишет. О, класс! О, оказалось, ребята! Все так просто. И не надо есть после шести. А до шести можно все. Все подряд в топку закидывать. С таким адским продуктовым набором и с их то офигительным рационом, с их замороженной коровой и 25-ю курями в морозилке. С такими тазиками майонезных салатов, пирожков и пищей стопудовой. С тортами, с тоннами химозных сладостей в доме, запасы которых постоянно пополняются, плюс их частые набеги в харчевне, где просто потрясает количество пожираемого этой отдуловатой тройцы. Короче, сидит Квочка, рассуждает об обмене веществ. Да он у нее уже давно на нуле, как и все остальное в ее теле, которое она довела до такого ужасного состояния, сама своим тестом и шкворчащим жиром с самого детства. Сафар не мог купаться в море, так как не умеет плавать. И кто ему и чем в его кишлаке померил упавший от лимона в давлении? А кто поставил диагноз-то? Долгий муторный рассказ в исполнении Сафара вообще ничего не поняла. А как ловко Уралка приврала всю историю с рекламой, все свалила на хейтеров и свернула все на национальность. Вопрос. Вот сволочь. Мол, таджикам нельзя носить российскую одежду? Там сразу понеслись у нее комментаторы в поддержку таджиков. Ну, такого Оля наплела. Ужас какой. Совсем все было ведь не так. А какое образование у Сафара? Что у него так много наросло вдруг мозгов? Универ, что ли, закончил тихим сапом? Согласна. Вот полностью согласна. Главный диетолог, которая сама не может сесть на диету и растет не по дням, а по часам, учит мальчишку, как похудеть. Сначала бы сама показала пример, а то и правда, ну, смехотище. Серьезно. Ну, а по поводу уже этой фирмы и рекламы. Да, Уралка действительно все вверх дном перевернула в свою пользу, что якобы таджиков не любят, поэтому таджик не имеет права рекламировать. Знаете, это уже так отвратительно, на это уже просто невозможно смотреть. Самое интересное, ребят, они же удалили видос, где они зиговали, и объяснялки свои по этому поводу тоже удалили, либо скрыли. Думаю, не стали бы они удалять. Там, где как раз-таки они сидели с кислыми минами, рассказывали, что они не виноваты, что они сами в шоке, сами удивлены и не ожидали от своего друга такого. Да, это они тоже уже подчистили. Якобы, что вы напридумывали? А ничего же не было, ничего не произошло, абсолютно ничего не произошло. Да, значит, нет, видео и доказать нечем, но только видео есть, и я просто расскажу и покажу и сниму новое видео, закреплю его в дзене, потому что там вот чисто коротенькое, и чтобы каждый мог посмотреть. И периодически буду поднимать его на своем канале, чтобы все, кто к Уралке, заходят из новичков, чтобы много вопросов не задавали, а сразу смотрели. Хотя, вы знаете, всякие есть люди, есть те, которым до лампочки, что они устроили. Они, бывает, отвечают, да, когда им объясняешь, почему же такая слава у Уралочки, они отвечают, а что здесь такого? Так вроде бы как бы и ничего не произошло. И тут понимаешь, что просто это такие же, точно такие же, как и Уралка. И, вы знаете, их таких полно. Ну, глядя на комментарии, понимаешь, что таких, как Уралка, полно. Ну и дальше. Все они поняли про рекламу, просто решили стрелки перевести на национальность. Не поняли, что пропаганда национальной розни, статья, своим скадаумием роют себе канавку. У нас многонациональная страна, но зиговальщиков и нацистов мы не признаем. Я согласна, ребят, на все сто. Очень много национальностей есть в России. И, вы знаете, как я говорила раньше, что все дело не в национальности, а все дело в людях, в конкретных людях и в конкретных ситуациях. А ситуаций у нас с вами было, ой, как много. Сарафан с Исраилом зиганули, штраф получили, легко отделали. Исраил оскорбил Беларусь, оскорбил меня. И я до сих пор никак не получу ответ от прокуратуры. Почему-то никак не получу. Я не знаю, по какой причине, возможно, еще идет разбирательство, хотя как так долго можно? А, возможно, из-за того, что я гражданка другого государства, и мне только по этой причине никто не дает ответ. Не могу, ребят, я сказать, сколько было отправлено моих обращений и заявлений, и я показывала вам промежуточные ответы, а окончательные я так и не получила. Да, там были в конце обещания, что я получу окончательный ответ, но окончательного ответа так и нет. Дальше возвращаемся к комментариям. Уралка, у моего мужа мозгов очень много, но это Уралка так сказала, наглости, хитрости, пошлости у него очень много, а не мозгов. Поведенье, как у первобытного, про речь я вообще молчу. Да, ребят, с речью это беда. Я вообще, пока его слушала, я несколько раз переслушивала, что он там бубнит и что он про эти лимоны говорит. Ну и дальше. Уралка, при чём здесь национальность? Живёт на русской земле и в великой России пусть уважает наш народ и наши законы. Ты живёшь с человеком, который ненавидит русский народ, зигует под гимн России, всех ненавидит. А ты пожелала нас всех разорвать, чтобы мы все подохли. Почему ты об этом не говоришь? Ты предала всё и всех. Дай Бог тебе здоровья. Да, ребят, помните, как она пиявками обзывала нас и пожелала всем сдохнуть? Это видеоролик, где она рассказывала, как у неё умерла мама. При этом она поздравила всех со Старым Новым Годом, да, и пожелала, чтобы сдохли все, сдохните, она говорила, когда потеряла маму. И это добрый человек, это добрые пожелания. Уралка привыкла всех выставить виноватыми, только не себя любимую. Умеет она всё перевернуть вверх дном. Видимо, пока болела, как раз-таки крутила в голове. Чё бы это и как придумать, чтобы, да, всё объяснить, куда же пропала реклама. Кого бы тут обвинить? И придумала. Людей и компанию. И дальше. Всем привет. Вот скажите, они идиоты? Они реально не понимали, почему люди возмущались? Уралка – дело не в национальности. Дело даже не в том, служил, не служил. Дело в отношении к стране, в которой он живёт, и к народу этой страны. Подумайте, Сафарушка, Уралочка, вспомните Новый Год. Вспомни, Сафар, как ты насчёт русских женщин говорил. Многие моменты есть. Так что не надо строить из себя невинных да обиженных золотые слова. И таких комментариев у меня очень много. Ещё несколько зачитаю. Уралки напрочь отсутствует логическое мышление, и всё смешало в кучу. Но так и не поняла, почему народ возмутился с их рекламой. Зачем-то приплела все нации. Но только не их зигаванье и прочие заслуги. Опять утверждает, что ненависть к Сарафану из-за его национальности. Понимаете, когда у них нет аргументов, они не знают, что сказать. Они говорят про ненависть, зависть и бумеранги. И я столько раз говорила, что у меня есть столько знакомых и друзей из Таджикистана, которые живут и в Таджикистане, и в России. Замечательные люди. Добрые, отзывчивые, работящие. Есть даже те, которые имеют высшее образование. И это замечательные люди. И поэтому неважно, откуда человек. Будь это Таджикистан, будь это Украина, Россия, Европа. Но главное, чтобы человек оставался человеком. А у нас с вами всё совсем по-другому, что касается Уралки и Сафара. Мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok